Новую редакцию закона о капитальном ремонте готовят депутаты Краевой Думы. Его предлагают дополнить статьей о проведении экстренных работ. Кроме того, средства собственников жилья предлагают тратить на установку пандусов. Репортаж Ксении Брониславской. Деньги из фонда капремонта сегодня можно потратить на замену старого лифта, крыши, коммуникации, ремонт фасада. К этому списку предлагается добавить установку пандусов, при условии, если эти расходы одобрят на собрании собственников. Еще одна поправка в закон – предоставление финансовой поддержки на капремонт, который нужно провести в экстренном порядке. Расходы может взять на себя Краевой Бюджет. Однако депутаты предостерегают, что жильцы перестанут делать взносы и будут ждать лишь помощи государства. Мы понимаем, что мы можем людей этим самым спровоцировать, назовем это так, на то, что пусть будет как будет. Вот как аварийное будет состояние, за счет денег бюджета придут и нам все сделают. В Краевом министерстве ЖКХ уверяют, что ремонтировать дома на бюджетные деньги будут в том случае, если есть угроза жильцам. Вот-вот может обвалиться крыша или появились трещины в фундаменте. Еще одно ограничение – господдержкой смогут воспользоваться те дома, у которых размер задолженности не превышает 10%. Большинство аварийных домов, у них громадная задолженность, потому что они не верят в ремонт. Мы попытались им дать возможность поверить в то, что ремонт у них будет, если с помощью Краевого фонда, если они выйдут хотя бы на 10%. Сейчас процент составляет 50%. Впрочем, денег в бюджете на эти цели пока нет. Сначала нужно принять поправки в закон. Ксения Брониславская, Вячеслав Гирич, Телеканал «Губерния».